Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на канале Заметки Нумизмата и продолжим разговор про золотые пятирублевые монеты времени правления Николая Второго. В частности, расскажу сегодня о варианте монет Большая Голова. Такие монеты встречаются в нескольких ранних годах, начиная с 1897 заканчивая 1901 годом. Но не только важно то, что есть этот особый вариант портрета Большая Голова, а то, что их еще и несколько. Специалисты выделяют чуть ли не в каждом году свои индивидуальные варианты портрета. И это, в общем-то, верно, потому что, если даже в основе всех инструментов, которыми чеканились монеты, был один и тот же базовый инструмент, все равно постоянно видоизменялся, изнашивался, менялся. И вид монет, конечно же, менялся от года в году, независимо от того, какой портрет изначально использовался для ее чеканки. Но есть два принципиально отличимых типа, так называемые четвертый и шестой варианты портрета. И больше всего их встречается, пожалуй, в 1898 году. Вот в данном случае я представил, на ваш взгляд, три монеты 1898 года. Посередине стандартная, привычная нам монета с портретом, так называемого, второго типа, который именно в 1898 году появляется, используется также и в массовом в 1999 году, и даже очень язычко бывает в 1900. А с двух сторон от этой монеты мы видим две разные монеты с портретом «Большая голова». Видно, что этот портрет шире и имеет некоторые отличия. Вот в данном случае слева от стандартной мы видим монету с несколько сплющенным, сглаженным портретом, можно сказать, даже с плоским портретом, который иначе называют портретом четвертого типа. А с другой стороны справа, наоборот, очень рельефный, большой, высоко выдающийся на центре монеты портрет шестого типа. Многим он нравится, и даже некоторые считают его самым красивым. Из портретов использовавшихся на золотых пятирублевых монетах. Тут вопрос вкуса, выбора, на мой взгляд, все они интересны. Но именно в 1898 году, конечно же, реже встречается четвертый, плоский тип. Здесь бывают и дискуссии среди коллекционеров. Некоторые говорят, что у меня есть большая голова, шестой тип, красивый и хорошо. Не нужен мне особо редкий четвертый, если он не настолько привлекателен. Другие, наоборот, больше ценят редкость и стараются приобрести именно четвертый, сглаженный, плоский портрет, но зато редкий. Ну и давайте немножечко, наверное, коснемся вопроса их происхождения. Есть разные версии происхождения и появления монет с портретом «Большая голова». Есть разные исследования по этому поводу. Самая распространенная версия – это версия о чеканке монет с большой головой в советское время. Ну и тут тоже возникает вопрос, а почему тогда два разных портрета, почему четвертый и шестой, если мы говорим о том, что они действительно принципиально разные. Есть также свидетельство в виде инструмента, найденного в архивах монетного двора. Из этих инструментов следует, что в советское время, конкретно в 23-м году, имелся инструмент с датой 98 и 97 именно с портретом шестого типа. Будем считать, что советская версия доказана, но, возможно, нет. Портрет шестого типа еще по-другому называют портретом 1900 года, потому что именно в 900-м этот портрет – единственный вариант, большая голова, который на сегодняшний день найден и встречается. Но монеты 1900 года – большая голова – все имеют характерные следы некоторого сглаживания инструмента, то есть следствие его некоторого износа, подчистки. И, тем не менее, большинство исследователей почти однозначно говорят, что монеты большая голова 1900 года по всем признакам относятся именно к чеканке имперского времени. У нас с вами возникает эффект машины времени. Получается, что нанеты 1900 года большая голова не всеми, но многими следователями признаются именно имперскими. И при этом имеем инструмент, которым чеканились монеты, с явными следами предыдущего использования, очистки и восстановления. А вот как раз на монетах 1897 и 1898 года мы имеем как раз изображение очень четкое, ясное, полученное совершенно новыми инструментами. Понятно, что такого перенесения в прошлое быть не могло. Значит, вопрос окончательно не закрыт, и вполне возможно, что все эти варианты чеканились и в имперское время. А вот с какими целями, это уже тема, наверное, совершенно отдельная, может быть, даже ни одного рассказа. Надеюсь, что я сегодня рассказал вам достаточно полно про пятирублевые монеты времени Николая II и варианты портретов на них. Подписывайтесь на канал Заметки Нумизмата. Ждем вас!